Здравствуйте! Многие уже слышали, что этим летом у нас будет проходить Всероссийская аграрная перепись. Приедут переписчики из Ублстата в каждый населенный пункт. Они придут на каждое сельхозпредприятие, в каждый дачный кооператив, в каждую деревню. Чем они будут заниматься? Они будут записывать, сколько производится различной продукции сельхозяйственной, сколько картошки выращивают дачники, сколько в личных хозяйств курочек и так далее. Казалось бы, зачем это? Государство тратит большие деньги. У нас ведь и так есть данные об Ублстата о том, что примерные показатели, что и сколько производится. Но нам нужна точность. Вот ради этой точности это все и производится. Для чего нужны точные данные? Известно, что есть предприятия, которые уже давно закрылись, но на бумаге числятся. Какие-то единицы техники, какие-то количество животных, где-то они то ли есть, то ли нет. Вот это надо все уточнить. Ведь многие предприятия закрываются, многие заново открываются. Где-то купили новых коров, где-то трактор списали. Где-то незаконно, может быть, даже испахали какую-то землю, вырастили какой-то урожай. Вот это все нам нужно для того, чтобы выстраивать систему государственной поддержки. На сегодняшний день мы знаем о том, что как минимум 40% производства молока в области производится в личных хозяйствах. Около 30% поголовья животных сельхозяйственных производится в личных хозяйствах. 90%, если не больше, процентов продуктов растениеводства, это картофель, всякие овощи, производятся в дачных кооперативах. Но эти цифры, наша власть относится к ним снисходительно. Дескать, ну так, это может быть и неправда, а может и правда. Так вот сейчас, после переписи, это будут точные 100% данные. Соответственно, на основании этих данных мы сможем сформулировать меры господдержки. Сейчас господдержка распределяется по наитию чиновника. Вот есть крупные предприятия, давайте им отдадим все, и остальное, значит, трын-трава. Здесь, когда мы действительно увидим, что в личных хозяйствах, в фермерских хозяйствах идет рост производства, здесь уже властям будет не отвертеться. Здесь они уже будут обязаны, как нам завещает Путин, деньги в обмен на эффективность. То есть тем, кто эффективен, тем, кто производит достаточное количество качественной продукции, мы дадим побольше денег. Конечно, власть должна была еще давно это все сама выяснить, все эти данные. Есть главы поселений, есть районные власти. К сожалению, они у нас, значит, выявлением вот этих данных не занимаются. И это очень печально. Сейчас губернатор взял на себя обязанности назначать глав этих поселений, но требований к ним, о том, что они должны, значит, как-то следить за развитием экономики в своих территориях, нету. Так сейчас, после того, как мы все это перепишем и узнаем, мы сможем сделать эти программы. И надеюсь, что и губернатор тоже увидит, что нечего дожидаться переписи, надо заставить работать местных чиновников. Я думаю, что после этого мы все поправим, производство у нас более-менее будет с помощью господдержки налажено, и тогда в Архангельской области будет жить и приятнее, и лучше, и деревня у нас будет возрождаться. Спасибо. С вами был Михаил Силантьев. Субтитры подогнал «Симон»